День воскресный, день чудесный Шесть месяцев в году в ряде регионов нашей страны стоит теплая погода А это значит лес дает нам грибы и ягоды Дымок Ай-яй-яй-яй-яй В этом выпуске всего за один час времени мы погрузимся в жизнь грибника А что если уходить на полгода в лес, собирать грибы и зарабатывать на этом деньги? Нам покажут лагерь, нам покажет человек условия, в которых он живет Посетует на жизнь, расскажет, хотелось бы ему сегодня вернуться в офис Работать в центральной части города Мы познакомимся с местными жителями, послушаем, что они расскажут Ведь для записи этого сюжета ранним утром я уехал в леса Владимирской области Сегодня будет по-настоящему насыщенный, интересный и душевный выпуск Поверьте мне, час времени пролетит на одном дыхании Не размазывая кашу по тарелке, мы начинаем прямо сейчас Многие, наверное, застройщики, хейтеры хотели бы увидеть ту картину, когда джип бандитский вывозит блондина в лес Но сделает это сегодня Димон А вот здесь начинаются реалии Когда мы сюда ехали, ты мне говоришь, типа, Дима, доезжаешь до точки, паркуешься, дальше на джипе А я такой сначала думаю, ну у меня аж полный привод, а сейчас я такой думаю, ну да, ну да Ну что, ребята, знакомьтесь, герой нашего выпуска сегодня Дмитрий Диман, с твоего позволения на ты Конечно Чтобы у нас получилась с тобой такая дружеская атмосфера, дружеская беседа Ну, местечко у тебя огонь Как ты пришел к тому, что мы сегодня находимся в лесу, и это твое хобби-работа? Да, ты знаешь, когда хобби и работ совпадают, это идеальное сочетание Лучше просто быть не может Если немного о себе, я много лет, лет 7, наверное, работал журналистом в Коммерсанте Писал о бизнесе, ну о разном, о чем В Комсомольской правде, в Московском, в Комсомольском, в общем, везде в таких федеральных изданиях Но, как известно, журналистика в России умерла И сейчас только научпоп Так что я забил на все репортажи о бизнесе И начал снимать научпопулярное кино Меня в свое время заметили на телевидении И пригласили на канал «Живая планета» вести программу о грибах Потом еще были циклы программ Сам-то ты житель городской Москвич, я коренной москвич У тебя квартира в Москве, у тебя дача в ближайшем Подмосковье Вот на зиму, в силу того, что зимой и грибов нету, и в палаточке зимой ты не поживешь Зимой на самом деле грибы есть Я, конечно, за ними редко хожу Зимой растет, знаешь, фламулины, зимний опионок, вешенка Но на самом деле, да, действительно, грибов нет Поэтому зимой, конечно, я в Москве Ну, скажем так, теплое время года, половину года, да, ты проводишь в лесу Большую часть, ну, вырываясь, опять же, по работе на съемки, на телевидении А вот здесь давайте длинную историю сделаем короче Последние шесть лет Дмитрий теплое время года проживает в лесах Занимается сбором грибов, принимает участие в научных съемках о грибах И зарабатывает на грибах Сколько можно на этом заработать и можно ли Об этом я его обязательно спрошу Но сперва давайте познакомимся с его основным жилищем в лесу Ребят, обычно в воскресном выпуске мы делаем некий такой обзор жилья людей Кому приходим в гости Одна, двух, трех, четырех комнатные квартиры А у Дмитрия тут целый лагерь Диман, ну расскажи нам, пожалуйста, вот это вот прям интересно Что нас здесь встречает, начиная с каждых деталей? Вот этот столб, он, что там у тебя? Лисички-рыжики? Кстати, с этого столба, я тебе скажу, все и началось Это историческая штука Ну, указатели, конечно, это больше там для декорации На самом деле, лисички, хотя вот там по указателю растут За твоей спиной вот здесь начинаются такие вещи Я бы их назвал какие-то шаманские, нет? Что такое? Да, шаманские, но слушай, это охотник до грибов, конечно Ты видишь гриб, и тут грибница Конечно, это мой YouTube, с которого все начиналось Вот это я привез из степей Забайкалья Это череп антилопы Дзерен с рогами Это камера, типа фотоловушка Ты знаешь, меня какой-то зверь ночью преследует Я хочу поймать, что это за тварь вокруг меня ходит И спать не дает Ходит вокруг палатки, фыркает Что-то пробует сожрать Ну, в общем, зверь какой-то Может быть, лисица Лисица Тут лосей много В том сентябре-октябре Я тут жил несколько дней И на другой полянке И вокруг моего лагеря, буквально в 50 метрах Каждый день с наступления темноты и до рассвета ходил лось Ходил лось и орал Тут их много, я их встречал живьем Потому что у них был гон В конце концов, это его лес Я признал его превосходство И сменил И сменил Локацию Да И сменил локацию Думаю, вдруг он меня примет за своего какого-то собрака Слушай, может, лешие ходят все-таки? Может такое быть? Вообще, ты встречал? Или мы об этом еще поговорим? Мы об этом еще поговорим Но ты знаешь, я, безусловно, верю Верю в леших Дим, а вот это вот палки Это как это понять? Это же не ограждение? Это что такое? Это полуограждение Это осиновые колья Ага А это для чего? О! А вот это тоже осиновые колья Ну, может быть, это немножечко безумно И, ты знаешь, вот эту штучку я сделал Она не для красоты А для того, чтобы, опять же, тот же самый лось пойдет А скоро у них гон начнется Он или кто угодно Одно утешает, тут нет медведей Все-таки мы во Владимирской области Медведи есть где-то вдалеке Сюда они не заходят вроде бы Но, тем не менее, лось, рысь Много чего еще тут есть Волки есть Поэтому кто-нибудь пойдет Учует запах, врежется в эту штучку И случайно ночью не врежется в мою беззащитную палочку Что у нас тут за шубка такая Ты глянь, ты глянь Это прям уже бренда Лисица Да, немножечко Для антуража? Да, для слушателей Слушай, приятно мне сюда приходить из леса Должна быть своя атмосфера в лесном лагере Дим, дождевик это понятно Мачете и лопата Для чего? Чтобы, если что, кого-то закопать Вот так вот Всякое, Дим, бывает Поэтому приезжайте в гости Места-то лютые Я тебя понял Так, давай, смотри Вот эта вот палатка Что есть у нас внутри? Можешь делать какой-нибудь обзор? Конечно, пойдем Там достаточно лаконично Но практически студия Как мы любим Это шкафчик Книги Так Это настойка Моего собственного производства На сосновых шишках, кстати Безумно вкусная Свет есть у тебя? Свет откуда? От батареек или Какого-то чем-то запитываешься? От аккумулятора Эта штучка хватает надолго Я ее заряжаю И тут ярко, как в московской квартире Конечно, печка Буржуйка Потому что ночи стали холодные Ну, печечки, мне кажется, за глаза Правильно? Для такого помещения условно Ты знаешь, тут объем достаточно большой Не за глаза Поэтому я тут даже купил газовый обогреватель Буквально недавно его заказал Потому что печечки Вот когда были ночи холодные Признаться, не хватает Раскладушечка Очень комфортная, кстати Прям идеально Сейчас современные раскладушки Прям, знаешь, приходишь Обычно уставший После грибного тура После общения с людьми И, ты знаешь, даже вот иногда сил Не хватает, чтобы Разжечь костер и поесть Просто настолько выматываешься Когда с 9 утра До 5 вечера Ходишь в лес Но, с другой стороны Ты кайфуешь Ты собираешь грибы Ты общаешься с людьми Знакомишь их Говоришь Эти грибы съедобны Эти несъедобны Рассказываешь им что-то Потому что оказалось Большинство людей Знаешь, как-то отвыкли от природы Город, асфальт Работа, семья Вот И не ходят за грибами А забыли И даже не знали Какие виды можно есть А какие виды есть нельзя Тут нашел Не так давно срубил Естественно Это, конечно, чага Если ты знаешь, что это такое Ну, чага я слышал Но напомню Чага – это гриб Или Который растет на березах Который считается целебным И некоторые верят в его целебность Я в целебность, признаться Его не очень верю Но, тем не менее Вот с ним делают чай Отличный Поэтому вот Такой Слушай, а такие огромные чаги Встречаются редко Я иногда ее, конечно, срубаю Кому-то дарю Делаю чай Таким образом Можно утром проснуться Погрел чайку Либо сварил Я смотрю, у тебя есть турочка кофе Конечно Пожалуйста Есть у тебя компуктер А потому что я тут Решил, наконец-то Начать писать книгу о грибах Молодец Это интересно То есть И посмотреть И написать Что-то ты можешь Книги у тебя интересные Есть почитать В общем-то, друзья Смотрите Чем не жилье Полноценное жилье Плюс, естественно Дополнительное Сухая обувь На случай Когда пришел с леса Если промок А такое бывает часто Ну да Все продумано, друзья И далее мы выходим С вами Здесь у нас Получается Некая такая кухня Лукошка Моя любимая лукошка Тут у меня Отмачиваются Гладыши В солении Идеальная закуска Надо воду сменить Раз в день Надо менять воду За водой Я мотаюсь В соседнюю деревню Там в колодце Набираю воду Привожу сюда Ванна Примерно так Правильно? Здесь у нас Находится Это рукомойчик Рукомойчик Там все Причиндалы Все что надо Это Душ Душ Как он работает? Хорошая штука Я скажу Берется туда Кидается Это Берется В прикуриватель Особенно Сейчас Не жарко Но когда была жара Короче Насос Да и пошел Да Ой Сейчас Немножечко Ребят Ну мы с вами поняли Это абсолютно нормально Я думаю Вы все поняли Все И выключай Чтобы не использовать воду Таким образом Ты встаешь И можно здесь Уже спокойно Помыться То есть смотри Утром ты встал Зубки почистил Умылся Душик принял Помылся Чайку себе сварил И кофе Красотища Тебя вокруг Встречает В тот же момент Днем ты По возможности И при желании Можешь и передохнуть В общем все что нужно Все есть Вот чего здесь Не хватает Есть такая тема Которой ты Думаешь Такой блин Надо бы себе подкупить Вот что бы ты хотел Себе здесь заиметь Ну Ты знаешь Подкупить Нет Сейчас начнутся дожди Я сделаю Навес Какой-нибудь Такой Целлофановый Ну Чтобы просто Под дождем Можно было сидеть Чистить грибы И Ты знаешь Наверное Наверное Все Все тут есть Тут не так далеко Деревня Буквально Три километра Всегда можно Съездить За продуктами Наполнить Баки Водой Заменить Воду У солившихся Грибов Поэтому тут Дрова Опять же В лесу Вот Ну За газовыми баллонами Тоже нужно съездить Конечно в город Поэтому все Тут на самом деле Есть А вот сейчас У меня будет Небольшая Зарисовочка Дайте мне Буквально Четыре минуты И обязательно По ней Напишите Комментарии На таких Зарисовках Люди Сотни тысяч А то и Миллионы Просмотров Делают Вот это Вот Что называется Контент Для души Окунитесь В атмосферу Ну С двух ночи Был дождь Я проснулся Вот В два Три ночи Темно Еще Ливень Прям Стучит По палатке В Москве По-моему Было меньше А тут Я смотрел По карте Циклон Прямо Надо мной Стоял Палатка Не протекает Вполне Комфортно Только Ты думаешь О том Дождь Это Хорошо Грибы Пойдут В рост Вообще На самом деле Если Чистые Грибы Мыть Их Не надо И даже Отваривать Не надо Я Удивляюсь Почему Многие Люди До сих Пор Отваривают Белые Перед Жаркой Те же Самые Лисички Вот Даже То Что я Сейчас Помыл Это Не очень Правильно Ну Потому Что На них Сор Забрался Из Лукошка Вот Поэтому Нужно Хорошо Счищать Низ Грибов Не надо Ни в коем Случае Отваривать Хорошие Грибы Кстати Белые И Лисички Можно Есть Сырыми Лагерь С Лодочки В тайге Вот Так Встали На Стояночку Ребята И Все Дымок Ай 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 Вот Это Ровно То Зачем Многие Люди Уходят В лес Ну Что Ребята Самый Приятный Момент Всего Сегодняшнего Дня Это Мы Будем Снимать С вами Пробу Картошка С Лисами Можно Так Говорить Или Неправильно Можно Но Это Не может Быть Плохо Запах Картошки Прямо Напоминает Такое Деревенское Детство Печеная Картошка Получила Не жареная А печеная Этому Сковородку Способствует Толстая Чугунная И Собственно Лисичка Просто И выглядит Потрясающе Ну Всем Приятного Аппетита Ну Живем Кто-то Живет И никакого Стресса Никто Тебе Мозги Не делает По ушам Тебе Не ездит Охота Главным редактором На телеканал 400 тысяч В месяц Зарплата Но 6-1 И постоянно Должен быть На телефоне Как тебя Занинтересовал? Знаешь На зимний период Возможно На летний период Я думаю Напишу заявление Снова Уйду В леса И в конце концов Слушай Лес Меня Прокормит Может быть Не в таких Объемах Не так Сразу Но Тем не менее Такое Можно Только В лесу Фу Фу Ребята После такого Обеда Прям так И хочется Залезть В палаточку Прийти Завалиться В спальный Мешочек И заснуть А здесь Нас Поджидает С вами Коротенькая Коротенькая Интеграция Буквально 60 секунд Поэтому Даже Не переключайтесь BlueSleep Друзья Спать На раскладушке Это дело Вынужденное А вот Вы В большинстве Своем Все спите Дома И вы хотите Высыпаться Просыпаться Зарядом Энергии Именно поэтому Я оставляю ссылочку В описании BlueSleep Залетайте к ним На сайт Огромный ассортимент Матрасов Огромный ассортимент Всего Что нужно Для сна И самое главное Хорошие цены Хорошие скидки По промокоду МашковСон Вы получаете Дополнительную скидку Которая суммируется С основными Скидками На сайте За исключением Скидок На готовые Комплекты Поэтому Друзья Чтобы быть Бодрым Выспавшимся Самое время Начать с покупки Себе матраса Тест драйв 300 дней Вместо 100 Если вдруг Вам матрас Не понравится Вы можете его вернуть А вам вернут деньги У меня он есть В Москве У меня он есть В доме Матрасы Действительно классные Я вам от души Их рекомендую А мы продолжаем Дима Поделись пожалуйста Своими наблюдениями Вы знаешь Допустим В городе Когда живешь У многих Это стресс Почему Утром на работу Два часа Обратно Два часа Вот это Постоянная Толкучка Народ Битва За зарплату А тут Ты уходишь Жить Можно сказать В лес Платить Здесь В принципе Ни за что Не нужно За исключением Тех благ Которые Ты сейчас Приспользуешь Там газовая горелка И так далее Вот можешь Дать обратную связь Но действительно Ли Как минимум Тебе Прям здесь Удовольствие Находиться Всегда Или же Все таки Это уже связано С тем Что тебе Это дело Приносит деньги И это Некая работа Что Вроде бы Не хотелось Ехать в лес А надо Потому что Экскурсия Потому что Сезон Еще что Тут Дай комментарий Свой Нет Слушай Если бы Мне не хотелось Находиться В лесу Я бы тут Ни минуты Абсолютно точно Абсолютно точно Не провел бы Все Кофе готово Потому что Ну Меня лес Абсолютно всегда Тянет Выбираюсь я из него Только Для другой работы Только для съемок Вот когда мы Куда-то улетаем Съемочной группой В заповеднике Тогда я Собираю палатку Все остальное Вот Колышки Все Я оставляю на месте Никуда Я думаю Это не пропадет Места Хоть люди ходят Но вроде бы Ничего У меня пока не украли Даже когда я ухожу Из палатки Я оставляю Все так И потом Снова Приезжаю И где-то за пару часов Разбиваю Лагерь И поэтому Ты знаешь С одной стороны Вроде бы да Ты живешь Кайфуешь Ходишь за грибами Занимаешься своим Любимым делом И такой парадокс Что Тебе еще люди Иногда Привозят в лес Деньги Это же Ты знаешь Мне кажется Такого счастья Вообще не бывает Как вот Я устроился Но народ Хочет цифр В любом случае Давай так Разобьем Это на три части Первый Это вот Условно я Дилетант Никогда я Грибами не занимался Но тут я думаю Блин А что сложного Возьму я Лукошка Ножик Пойду в лес Лисичка Либо белый Собираем И на продажу При желании Сколько можно В действительности Сегодня Заработать Ну смотри Цена Белого В Москве И лисички Порой вообще Грибов От 500 рублей До полутора тысяч За килограмм Сколько в день Ты наберешь Если попадешь В хороший лес В принципе Можно и 5 килограмм Набрать И больше Но для этого Конечно желательно Машина Вот даже из этого леса Вот такую мою Корзинку Можно набрать Ну Часа за полтора Два А потом еще Выбраться Тут До железной дороги Надо до станции Покров Такси брать Это рублей 700 В общем-то Билет До Москвы Стоит рублей 350 Уже Себестоимость Тыщеночка ушла Тыщеночка ушла Только обратно А еще и сюда Уже две Две То есть тебе уже нужно Как минимум Чтобы две Эти тыщеночки вернуть Уже Ну если ты Полтысячи рублей Продаешь где-нибудь На Авито Где там полно Объявлений о грибах По тысяче рублей В общем Два килограмма Окупились И еще Пять килограмм Допустим Ты собрал Чистую прибыль Умножить на пять Если ты Нашел покупателя И в этот же день Их продал Лисичка хранится Белый гриб Не хранится Если ты За день-два Его не продал То значит Его надо Или Ну Выкидывать конечно Грибы грешно Значит Самому заморозить То вот Пять тысяч В принципе В день Опять же Если тебе повезло С лесом И если у тебя Есть силы Вытащить грибы А по идее Можно и десять килограмм Если прям гриб идет массово Заготовить То по идее От пяти до восьми тысяч Ты в день Сможешь заработать Вот на таком Низком уровне Ребят Пять-восемь тысяч Даже давайте так Я разделю Даже на два Пусть это будет Две с половиной Тире пять тысяч рублей Что звучит В принципе Это неплохо Но здесь Сразу возникнет вопрос Государство у нас Любит И самое главное Государство должно Держать народ В ежовых рукавицах Почему? Насколько я знаю Были такие Нашумевшие вещи Когда человек выходил Из леса с хворостом Хворост это Ну вот Хворост Вот он выносил Из леса А тут Опа Штраф Грибы из леса Выносить вообще можно? Это разрешено? Или есть какие-то Определенные Ограничения? Как вот Для себя? Можно Если ты сюда Не вогнал Грузовик Тебя увидели Местные лесничие Обалдели от этой наглости За добычу в массовом порядке Даров природы И взяли за жабры Для себя Выносить конечно можно Но в конце концов Доказать Что ты Это все несешь Для продажи Невозможно И это не такие большие объемы Непромышленный масштаб Да Непромышленный масштаб Поэтому Поэтому с этим Проблема абсолютно Точно не возникнет Слава богу У нас В отличие от Европы Где большинство лесов Частные Где Леса частные Да Не войдешь просто так В лес Где есть даже штрафы За сбор грибов Причем за некоторые виды Грибов Просто их нельзя собирать И есть Строгие ограничения По килограммам Даже в Германии Собственно В Италии Есть строгие ограничения У нас Слава богу Такого нет Потому что у нас Исторически Народ кормился И жил лесом Страна-то у нас лесная Жизненная зарисовочка А где мы вообще находимся Мы с вами сегодня В лесах Во Владимирской области Ближайший населенный пункт Это деревня Головино Вот посмотрите Я вам показываю кадры С космоса Мы по факту Находимся Где-то в лесу И вот в этом лесу Проживают поблизости люди Я взял камеру Было раннее утро Два человека Сидели возле дома На лавочке Я подошел К ним пообщаться И потом Когда я выезжал Из этой деревни Проезжая мимо Увидел Как человек сидит В гараже Возле своего дома Подошел К нему пообщаться Никто у меня Ничего не спрашивал Для чего снимаешь Я им сам Это все рассказал Что вот ролик Давайте послушаем Что люди Рассказали Здрасте Можно к вам обратиться Меня Дмитрий зовут Я приехал тут Вас товарищи Один грибник Живет в лесу Там где мы сейчас Находимся Это вообще Что такое Это село Деревня Что это Деревня И как Как он называется Головинос А много Вообще здесь людей Живет Много Много Это тысяча Две пять Десять Ну что Человек Человек Сто пятьдесят Дреста Больше нет А вот в этих домах И правильно Газ Канализация Тоже А не подскажете А вот с точки зрения Работы Вот допустим Вот парень Там молодой Молодым людям Кто Не уехал В крупные города Чем вообще Заниматься здесь можно Они работают По крови На Вольгинском У нас на Вольгинском Они как-то ездят В крупные города Да Не а вот если здесь Вот интересно Допустим Поблизости Какая вообще работа есть Продается в магазине Это сколько Плюс-минус Зарплата будет Тысяч десять Сто Двадцать Вот можете Какой-то плюс-минус Это надо Продавца Спрашивать Мы этим делом Не интересуясь Это молодцы Что нам магазин Открыли А он один Единственный Ездят люди На Вольгинский Поселок Там делают Лекарства Витамины По крови И на Вольгинском Делают пластик Крышки Вот эти вот Бутылки Извините пожалуйста Можно вас спросить А чем здесь люди занимаются Вот здесь я просто смотрю Слева-справа Дома Здесь в основном Только на постоянной жизни А вот на работу Куда ходят все Покров ездят Покров Да Реку А так здесь вот на территории Какой-то работы нету Ну как Здесь Кто частным хозяйством занимается Ну разводит там свое Кто кур Козы держит Там еще там Утки Гуси Вот если допустим Ити на работу Сколько вообще реально можешь заработать Тут какие-то вообще вилки Какую-то можешь сказать Ну вот из реального 60-70 тысяч Люди там зарабатывают Запустят А здесь сколько Не подскажете Ну здесь вот Кто ездит У кого свои машины есть Они пожалуйста Ездят Зарабатывают Короче кто хочет Куда съездить Пожалуйста А если не хочешь Вот допустим Это что такое Администрация что ли Здесь у нас клуб Ну вот сотрудник клуба Не знаете Плюс-минус Сколько вообще Вот допустим Понятия не имеем Не интересуемся Не интересуемся А нам это не надо По-разному Смотрел где работает Зарплата Под 40 И до 100 даже Ну так вот С кем вы общаетесь Так плюс-минус 40 Что при желании В зависимости Где работаешь Здесь рядом Поселок Вольгинский Там много Что этих Фармацевтических Предприятий Там Лека Генериум Ну там еще По-моему Мне что Фарма Вера Фарма Вот там В основном Люди Ну они Такие Большие Фармацевтические Предприятия Там много Людей Работают Вон библиотека У нас А ходят Они в библиотеку А как же И дети Там занимаются У нас библиотекарь Очень хорошая А так Есть получается Магазин Вот дома Двухэтажные Да 6 домов Клуб Тиро библиотека Да А что еще есть И больше ничего И больше ничего Ну а все остальное Это в город А ближайший Какой-то плюс-минус Крупный город Это какой Город Покров Покров Ну так в целом Весело Нормально Мы не унываем Тихо Спокойно Ну воздух Да хорош Вот на самом деле Что-что А нету Да Вот это вот Не вам не раскидывают Здесь всякие Заблажки Нет Почти Асподь Наши ребята Быстренько Борды набьют Лопатой По шее И все А она здесь Поблизости Да Ладно Спасибо Большое Лучше Конечно Чем жить В городе Лучше Чем Городе Ну а Сын Ты что Говорит Нет у него Желания В Москву Там Куда Переехать Или Ну не в Москву В Покров Я не вижу Наоборот Все москвичи Суда А когда приезжают Что говорят Все город Надоел Типа Природа Свобод Природа Воздух Все И ты живешь Как бы В экологически Почти Чистого И в Москве Дышать Не Но это Хорошо Ко деньги Правильно А то Так То Приехать Деревне Чего Без денег Или Работать Вот Ездим Я так же Работаю На трудном заводе Ну на ваш взгляд Вот допустим Если переезжать В деревню Сколько вообще Надо в месяц Денег Чтобы Дом создать За коммуналку Заплати Все необходимое Купи Продуктов Купи Ну вот Примерно Минимум Какое Сколько Будет Смотря Сколько Народ Расшит Три Человека Семья Муж Жена Ребенок Ну так же Если каждый Муж С женой Получает Там Приел Ну да У вас Тут Техники Всего Полно Ну ладно Все Спасибо Здесь Обязательно Нужен Транспорт Потому что Отсюда Здесь Такого Транспорта Не ходит На работу На своем Все На своем Добираться Человек Который Отвечает В гараже Я сначала Подумал Что Это его Некий Бизнес Потому что Когда я Проезжал Мимо Я так Кинул Вгляд Смотрю У него Полный Гараж Мотоцикл Квадроцикл И различная Техника Стоит Рассказал Так Что Говорит Раньше Мы сами Здесь Поблизо В городе Жили Квартиру Продали Купили Дом Подшаманили Я живу Тут Неподалеку Сын Живет Все Довольны Пожалуйста То есть Найти На досках Объявлений Цены На продажу Квартир Вот в этих Двухэтажных Домах Не удалось Видимо Никто Ничего Не продает Но земельные Парисовочка Ну и конечно же Каждый второй дом Согласно отзыва Это москвичи Которые скупают 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 Кто-то на постоянке Кто-то только В летнее время Но что-что Воздух Там реально Огонь И лес Сам по себе Шикарен Продолжаем Какого года машина у тебя? 88 И это не гранд Чирокий Тогда грандов Еще не было А что это такое? Это просто Чирокий А Механики Правильно Пробег какой? Миллион Или полтора Ты знаешь Я дома не мельчика Сколько он там По Техасу Колесил Хрен его знает У меня он 6 лет Я за ним Мотался В Самару Под Нижним Новгородом Там шикарные бары Там просто Там фантастика Я туда Раньше ездил Там была дорога Знаешь Как после Ядерной войны Ну просто такая вот Яма У меня капот Погружался Неизвестно Когда он Всплывал На поверхность Сделали Идеальный асфальт Просто идеальный Я туда ездить перестал Потому что туда Ну народ попер сразу Со страшной силой Слушай Ну признайся Вот в разговоре Между мной и тобой За камерой Ты опрокинул фразу Вот Есть один китаец Автомобиль Который тебе Глазу Приглянулся Что это за китаец? Ну да Визуально И по проходимым Достоинством И у меня один приятель Фанатичный грибник Который сейчас Находится в коме На этом китайце На красном Танке 300 Он сейчас Только что Мне присылал фотографию Вот из коми Каждый день Собирает По 500 По 1000 Боровиков В танк Они конечно Войдут Но он на месте Там Он кстати на месте Их сушит Я думаю Он десятки килограмм Оттуда сушеных Привезет Танк 300 По своим Внедорожным Достоинствам И визуальным Для меня кстати Важна в машине Вот визуальная составляющая Вот такая Брутальность лесная То есть Вот Знаешь Вот в Чироке Особенно вот этот Икс Джей Ну ты смотришься С ним прям Ну ты знаешь Слушай Ну посмотри Вот этот настоящий джип В нем Ничего Лишнего Нет Джип Чироки 1988 года А в руке У меня Один из спонсоров Нашей сегодняшней Поездки Ребята Не спешите перематывать Буквально 60 секунд Профессиональный прибор Корсис Толщиномер Про который я вам Неоднократно рассказывал Но мне даже интересно Посмотреть Какое состояние Лакокрасочного покрытия На этом автомобиле Ага Ага Что мы видим Вот как раз Шикарный пример Значит Лакокрасочное покрытие Передней части 295-300 микрон Ну явно С капотом Что-то делалось Это абсолютно Нормальное явление В силу того Что автомобилю Ну посчитайте сколько 37 лет Ребята Практически Двери тоже Местами Ремонтировались И вот это Вот отличная Ситуация Для меня И для Корсиса Потому что С помощью этого прибора Вы можете всегда Проверить состояние Автомобиля В каком состоянии Его кузов Вы можете приехать Покупать новые автомобили Столкнуться с тем Что например Одна из дверей Крашеная Именно этот прибор Поможет вам Понять В каком реально Состоянии Более того В этом приборе Есть огромное количество Фишек Так например Здесь есть не просто Фонарик А еще есть Ультрафиолетовый фонарик С помощью которого Вы можете проверить Подлинность Денежных средств Которые вам передают За продажу Вашего автомобиля Таким образом Ребята Это прибор Профессиональный Он разработан На территории нашей страны Ребятами из Омска А по ссылочке В описании Вы можете прочитать Про него Гораздо больше Подробной информации Ну и собственно Приобрести его С доставкой на дом Работают И доставляют По всей нашей стране Пользуйтесь На здоровье Корсис Толщиномер Хорошо Давай перейдем На шаг номер два Ну вот Походил я один сезончик Мне понравилось Почувствовал то Что блин Действительно можно заработать И потом думаю Блин А вот Дмитрий рассказывал Что можно грибочки варить Можно грибочки солить А можно купить Уже в машину Себе морозилочку Автономную Собрал Сразу заморозил Повез Вот если мы переходим На второй уровень То здесь вот Можешь какую-то вилку дать Вот при желании Вот в месяц Плюс-минус Сколько можно делать Ну вообще Чтобы Так вот хорошо Заработать на грибах В идеале Нужно поехать Куда-нибудь На север В Коме В Архангельскую область Где-то снять дом Повесить объявлению Как делают местные Закупаю грибы Ягоды у населения И закупать А потом их отваривать Морозить Сушить Сразу Возрастает Добавленная Стоимость Я в свое время Об этом Много статей писал Когда еще даже Работал в коммерсанте Я всегда Увлекался грибами Поэтому Про этот бизнес Я достаточно много знаю Много мотался На аутентичные Грибоварки Дальние Вот с тех пор У меня там Много людей Много знакомых Которые Так и Зарабатывают Но для этого Есть один Ограничитель Нужно Иметь Много Кэша Чтобы Закупать Грибы У местного Населения Если у тебя Заканчиваются Деньги Это на самом деле Для этого бизнеса Катастрофа Он сразу Местный Мужичок Идет К другому Скупщику И к тебе уже Может быть Не придет Даже Вот так вот Поэтому есть у меня Знакомые Которые в день Волну боровиков Тратят по Полмиллиона в день На закупку грибов Ну а заработать Можешь рассказать Вот просто Всем просто Почему интересно У нас же зарплата Раз в месяц платится Ну условно То есть мы считаем Не как там в Америке Раз в неделю У нас раз в месяц Ну хотя бы так вот При таком формате Если мы уже так Скупаем Грибы продаем Вот Чего можно вообще заработать Слушай Ну Учитывая что Скупка Белого гриба Примерно За первый сорт 250 300 рублей За килограмм Она Как на бирже Она может меняться Каждый день В зависимости Кто-то поднялся Но кто-то опустил И все одновременно То же самое это делают Потому что К тебе Понесет местный гриб Или не к тебе Он решает Но Вот смотри Если Ты скупаешь Боровики Те же самые Да Вот допустим Возьмем 1 килограмм Боровика Цена 250 рублей Потом его Возьмем Простой вариант Сушишь Цена Сушеного Белого гриба 5000 за килограмм В грибе 90% воды То есть Соответственно Он в 10 раз Высыхает Да Высыхает Вот И сушеный гриб Стоит 5000 рублей Можно даже За 6000 рублей Продать Тысячу мы потратили На закупку гриба Ну Минус электричество Какие-то Расходы Может быть У вас уже Какой-то нанятый Местный работник Который принимает Грибы Итого Прибыль С килограмм Сушеных грибов 4000 рублей Ну Опять же За вычетом Каких-то расходов На бензин На то На сё И тут Все зависит От объема То есть Одно дело Вы сделали 10 килограмм Сушеных грибов А С другой стороны Вы сделали Допустим Тонну Сушеных грибов Грибами Заработать себе На танк 300 И сколько На это должно Уйти у тебя Ну вот смотри Допустим Он 4 миллиона Стоит новый Вот если ты сейчас Поставишь цель Вот прям Я хочу себе машину Без кредитов Без трейдинов Безо всего 4 миллиона Если Поехать на Севера Как когда-то говорили Прямо даются в работу Да Да То в принципе На И грибах Ну а даже в первую очередь На ягодах За сезон Можно заработать За короткий сезон За 2-3 месяца На тот же самый Танк 300 Вот это за травой Собираюсь Как пойдут ягода Брусника Брусника уже пошла Клюква Поехать как раз На севера За 2-3 месяца Заработать на Танк 300 Если Вложи Если вложиться В закупку ягод Если сюда И грибов Если их много сюда Привезти У местного населения То вполне Реальные Цифры Грибы И ягоды Вообще лесные дары Достаточно Достаточно хороший бизнес То есть вот Можно на этом Поднять Но это конечно Сезонный очень бизнес Но протянуть До следующего сезона На эти деньги Вполне Можно А то на сушеных грибов Это сколько Это 5 миллионов рублей Вот вам пожалуйста Начинал ты с лукошка А в итоге Потом у тебя уже Промышленная масса Танк Иван А вот не страшно так В лесу на самом деле жить Вот прям именно Чтоб знаешь Такой страх Вот ты Как раз начал говорить Про осиновые колья От всякой нежити У тебя нет Нет Да все равно Такие вот вещи есть Такие знаешь Ну вот шаманские Как будто Как я сказал Вот чучело у тебя Некого Лешего Или кого это Чучело висит Да это конечно Лешего Он хранитель леса Вот В которого я верю И когда ты много проводишь Времени в лесу Ты волей-неволей Начинаешь верить В какие-то такие силы Нечеловеческие Которые Но могут Что-то с тобой сделать Конечно если ты добр На самом деле К лесу То леший тебе Наверное Плохого не сделает А если ты мусоришь Что-то Как-то неуважительно Отношишься К животным К деревьям То от лешего Можешь всего что угодно Ожидать Кто-то пробежал Перед тобой Или ты чувствовал Чье-то присутствие Оборачиваешься Никого нет Что-то такое Чтобы дрожь пошла По спине Есть? Ты знаешь В лесу действительно Иногда С непривычкой Даже когда Даже мне Бывает страшновато А я в лесу Часто один И один раз Ну это было Три года назад В Архангельской области Как раз В Вельском районе И тут вижу Даже не вижу А может быть почувствовал А может быть увидел Я вот не могу это сказать Причем Я точно абсолютно Был трезвый Взгляд И даже Вот ты знаешь Желтый зрачок Вот Из За стекла Из-за окна Этого зимовья Как будто И на тебя Кто-то смотрит Вот Это У меня Тогда волосы Честно сказать Встали Это Можно сказать По всему Телу К тому же Я знаю Рассказы местных Они называют Это Очевидцы Кто это видел Недалеко не все Бесята Это Такие Ты знаешь Их можно назвать Лешими Можно не назвать Лешими Но в каждом лесу Они обитают Свои И Есть надежда Что ты Если ничего плохого Лесу Не сделал Не причинил То Они тебя Не тронут Но периодически Вот в той же самой деревеньке Где я останавливаюсь Люди пропадают Вот за последние Там 10 лет Пропало Три человека Вроде бы местные Отлично знают лес Болот Топких Там нет Что могло случиться То ли Медведь То ли Бесята Глаз этот Потом исчез Просто бах И все То ли я видел его То ли Нет Но Это Это было Наиву А понимаю Что зимовье У меня Закрыто На такую Тоненькую Проволочку Я конечно Потом подпер Еще Дверцу Но сейчас Я все-таки Планирую Как-то Дверцу Немножко Укрепить Лес Ночью Оживает Вот Ты знаешь Ты когда В полной Темноте Лежишь В палаточке Пытаешься Заснуть А тут Звуки И не только Птицы Не только Где-то Филин Прошелестел Тут Кто-то Ползит Кто-то Подкрадывается К твоей Палаточке Ты не знаешь Кто Вот для чего У меня Кстати Камера Фотоловушка Я еще Там Не смотрел Но Я недавно Ее установил Но надеюсь Я все-таки Увижу Какая тварь Мне ночью Лешает Спать И бродит Вокруг Моего Лагеря То есть Еще даже Не до конца Уверен Что это Вообще И зверь Всякое Может быть Вот Леса Такие Тут Вот А может Это еще И не зверь А может По делам Или Потерпеть До утра До рассвета О Лисичка Растет Возьмем Ой Слушай Смотри Вышел Метр Пожалуйста И Лисички Буквально Три метра От лагеря Ну Вообще Куда их Уже мне Собирать А все равно Рука Тянется Рука Бойца Колоть Устала А у меня Рука Грибняка Уже Знаешь Устала Рвать А выбора Никакого Нет Объясни Пожалуйста Почему Именно Этот лес И именно Это место Ведь ты Здесь стоишь Не первый год Второй В этом месте Второй год Я всегда Мотался Но всегда Были Разные места Сейчас я Выбрал Это место Слушай Лисички Не кончаются Что делается Не знаю Могу тебе Сказать Есть писатель Владимир Салаухин Я думаю Все грибники Его конечно Знают Его Книжку Третья охота Он культовый Среди грибников Ну всех Лучше Салаухина Никто о грибах Не писал Я кстати Надеюсь В книжке Повторить его Успех Ну у меня Есть такие Желания И мне кажется Способности Я всю жизнь Пишу Я читал Его книжку Другую Владимирские Проселки Когда он В 50-х годах По-моему В 56-57 Шел 40 дней С женой По Владимирским Местам По лесам По тропинкам По поселкам По совхозам Знакомился С бытом Крестьянским Тогда было Другое время И я задумался Снимать Кино Уже В современных Реалиях Что стало Вот с этой Тропой Салаухина Где он Шел 40 дней И что сейчас Куда исчезли Совхозы Как живут Как живут местные Пошел я По его Маршруту Не могу Пройти мимо Хотя Куда Ухих Уже Девать Но Съедим И На Какой-то День Пути По книжке На пятой Я нашел Этот лес Вот Иду По тропе Салаухина От деревни До деревни Где он Когда-то шел Тут он Повстречал Мужичка Который Рассказал ему Что тут Грузии полно Ну в общем Ну Так мог писать Только вот Салаухин Описывая Природу И вот такие Реалии Советской Еще тогда Страны И вот так Наткнулся на этот лес Слушайте Дим И просто Ну просто Обалдел От его красоты От Обилия Грибов Ну кстати В реальности растет Не посажено Ничего Вырос у палатки Я даже у него Линейку Поставил Замечаю На сколько Сантиметров Он В день Растет Пойдем Покажешь Расскажешь Что там Это получается Ты как бы Ведешь за ним Наблюдение Да А ты вот Собираешь Эту информацию Для чего Тебя На сколько Вот он растет Мне Осторожно Тихо Понял Белый гриб Все Грибы 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 Начинаются Буквально В паре метров Уже От моего Лагеря Вот Смотри Прекрасный Подосиновик Поставил Я Линейку Мне просто Интересно В зависимости От погоды От дождей От сухости На сколько В день Он растет Как показывают Мои наблюдения На Два с половиной Сантиметра В день Он увеличивается Вот я тут даже Ставлю Красные Отметочки Вот это Сегодняшняя Отметочка Белый растет Тоже Но Я его нашел Еще маленьким Таким Это он Так уже Вырос Да Буквально Три дня Назад Он был Вот Вот Такой А есть Какой-то Возраст У гриба Размер Когда он Наиболее Вкусный Или Разница Что Большой Что Маленький Ну Белый Гриб Всегда Всегда Ароматный Всегда Потрясающий Кстати Подосиновики Сейчас Вот Именно Вот В эти дни Когда Когда ты Снимаешь Они Даже лучше Чем белый Потому что Они чистые Червь Почему-то Грибной Комарик Точнее И грибная Мушка Которую Откладывают В грибах Личинку Подосиновики Любят Меньше Чем Белые Грибы Вот этот Конечно Я мог бы Его сорвать Даже В два раза Когда он Меньше Был Когда я его Нашел Но это Абсолютно Бессмысленно Потому что Он конечно Уже Червивый Дай Готовный Человек Я говорю Про Клещей Различную Живность Змей Вот вообще На что Ты лично Всегда Обращаешь Внимание Клещей Сейчас Слава Богу Немного Весной Их было Много Когда Была Пора Охота За сморчками Я С себя Ну Порой Снимал Одного Другого Клеща За поход Но Я Так как Много Провожу Времени В лесу Я всегда Делаю Прививку Восстанавливаю Точнее От энцефалита Поэтому Если Кто-то Проводит Много Времени В лесу Или Вы куда-то Отправились На добычу Грибов Не ленитесь Это Бесплатно В Москве Сделайте Прививку От Энцефалита Змей Я тут Не видел Но С другой стороны Когда ты В сапогах Это Не страшно Главная Опасность Это Заблудиться В лесу А ты Сам Насколько В себе Уверен Ты же На опыте Скажем так На большом Но тем не менее Поэтому Я беру с собой Навигатор Всегда Потому что Не надо Ориентироваться Знаете Как пишут В книжках Про выживание В лесу Мох стоит А стороны Муравейник стоит Все это не работает Это все Абсолютная Выдумка Это все Абсолютная Чушь Сейчас 21 век В конце концов Скачайте приложение Которое Не связано С сотовыми Операторами А работает Только со спутника Или Какой-нибудь Профессиональный Навигатор Типа Гармина Как у меня Вот У меня есть и то и другое Телефон и навигатор Поэтому я всегда Ставлю точку Или где лагерь Или где машина Чтобы выйти Потому что На самом деле Потеряться Даже в знакомом Лесу А этот лес Я неплохо узнал Достаточно просто Не заметил С какой стороны Солнца Где вошел Оглянулся по сторонам А как ты Можешь объяснить Как это так Человек идет по лесу Собирает грибы И тут на него Нападает медведь А что Медведь его как бы Увидел И он типа Тихонько к нему Подкрадывается Он же вроде там Звук какие-то издает Неужели нельзя услышать его Главная опасность Вот особенно Когда на ягодниках Там на малинниках Когда они густые Или Вот как выглядит Архангельская тайга Везде кочки Мшистые Богульник растет Опять какие-то заросли Ты идешь Проваливаешься Иногда Достаточно сильно Главная опасность Или вот Вы идете по дороге Вот поворотик Видишь Поворот И оттуда Из-за елочки Идет навстречу тебе медведь Медведи И вообще все животные Любят пользоваться Людскими дорогами Ну Зачем он карабкаться Через бурелом Если может пойти По людской дороге И за поворотом Если ты идешь тихо Он Может просто тебя Внезапно встретить Главное опасность Это во внезапности В испуге В лоб Да Лоб в лоб В испуге медведя То есть Если он тебя увидел Издалека Вот там где-нибудь Конечно Вы скорее всего Разойдетесь миром Или медведь Таких случаев Я знаю много Ну Просто останется на дороге И отступишь ты Это же его лес Он же тут Царь Как бы И бог этого леса Поэтому Его лес Его правила Я вам так скажу Реально очень вкусно Вот казалось бы Ничего дорогого Здесь нету Это картошка И лисички Но это действительно вкусно Может Ну не может быть А атмосфера леса Я не знаю Нужно ли мне пытаться Вам передать словами Какой сейчас Стоит аромат На весь лес Вон Посмотри Дымок И вот это вот все Слюна течет Прям вот так вот Прям брызжет уже Слюна Дрова настоящие Вот это все Придает вкуса И сейчас добавлю Если бы здесь Поблизости Была бы какая-нибудь Речушка Куда пойти Поймать хорошей Речной рыбы И сварить уху То есть По-моему У тебя первая Горячая уха Вторая у тебя Вот лисички с картошечкой Огурчик может соленый Но это красота А после этого Вон спать Два часа Днем не ложишь спать Днем Нет Потому что Ну лес Жарко Иногда Если я только рано-рано Проснулся Устал После походов Конечно могу прокурнуть И прикурнуть Если очень жарко Я просто выношу Раскладушку На улицу Закутываюсь В спальник И прекрасно Спится даже в дороге Кстати Лечушка тут есть Километров в двух Но я К сожалению Не рыбак Не рыбак Я грибник Я не рыбак Слушай Когда у меня Свободный день Казалось бы Выходной А я Все равно Иду В лес Ну Слушай Ты видел Потому что Грибы растут Прямо на дорожке Да Как от этого Выдержаться Единственная проблема Тут с переработкой Грибы для соления Вот допустим Гладыши Я сейчас солю Вот Вымачиваю Их еще Денек остался А потом Засолю Это фантастическая Закуска Практически Не хуже Груздей Пойду Вот в этот Березничок Ельничек Нарежу Гладыши Дополню Этот бачок До краев Соберу Грибы Может быть Кто-то Позвонит мне И захочет Приобрести Грибы Мне В принципе Не сложно Сесть в машину И Куда-нибудь Знаешь Подъехать Вот как я на этой неделе Два дня назад поступил В сторону Ногинска Чтобы женщина Приехала из Москвы Ногинск вроде бы Между мной И Покровом Тут 50 километров Тут 50 километров Продал ей грибы На 9 тысяч рублей Что тоже В общем-то Неплохо Хоть Бензин Окупился Потому что Чироки Конечно Кушает Немножко топлива Его Нужно кормить Вот Поэтому Как Ну вот Мои максимально Бытовые 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 проблемы Да Потому что А собственно Ну какой тут Может быть Битве Что-то поделать Что-то В колышек бить Что-то там Заняться Знаешь Дизайном Какую-нибудь Там Не знаю Фишку придумать Что-то еще Вот Такое По настроению Лес чем хорош Ну представь Что ты в походе Вот у тебя поход Длиной в лето И ты в походе Что хочешь Ты и делаешь Ты предназначен Самому себе Тебе не нужно Слава Богу Мне честно сказать Это никогда Не было нужно За всю мою жизнь Я ни одного раза Не ходил на работу К 9 утра Уходил В 6 часов Я вечер Я даже честно сказать Не представляю Я бы наверное Через неделю Сошел бы с ума Как мои некоторые Друзья Так работают Я Честно сказать Для меня это загадка Просто Как можно Утром идти на работу Чтоб тебе начальник Выносил Мозг Морально тебя Насиловал Потом идти Отсыпаться В квартиру И снова На работу На другой Конец Москвы А лето такое Короткое А сейчас у меня для вас Увлекательная история Как элита С семьей В лес За грибами Летает на вертолете А вместе с ними Приезжает Охрана На лендкрузерах И рядышком Охрана Ходит Тоже грибы Собирает Об этом Сейчас расскажет Дмитрий Почему Вообще Эти люди Обращаются К нему Давайте кратенько Как неотъемлемую Часть контента Я вам добавлю Он В сфере Грибов Довольно-таки Известный человек Вполне возможно Что кто-то Из вас Вообще Его узнал Его действительно Очень часто Узнают Грибники В частности Потому что Смотрят Его различные Передачи У Дмитрия Много регалий Он также ведет Как хобби Свой YouTube канал Охотник до грибов Именно поэтому В качестве благодарности Оставлю Контакт Его Но вдруг Кто-то из вас Хочет на тот же Самый грибной Тур И все Что с этим связано А так Бесплатно Для каждого из вас Информация На его канале Кто грибами увлекается Я думаю Вы и так его знаете Но если вдруг Не знали Теперь будете знать Давайте послушаем Что было В прошлую субботу В субботу Прилетал вертолет Пассажиры вертолета Были на паре Лэндкрузеров С охраной Со всеми делами Но организаторы Этого тура Которые меня наняли Были На машине Ну такой На паркетнике Причем взяли Каршеринг Так Я им говорил Ребята Не ездите по этой дороге Стремненько Все стремненько Они говорят У нас выхода нет У нас там еда Питье Все дела организаторские Поехали В результате Неделю назад Их каршеринг Остался Без Защиты Она оторвалась На лужу Какой-то И без номеров Номера так и не нашли Они где-то Вот в какой-то Которой Я понял Утопили Так что так вот Утопили Но лэнкрузеры-то прошли Да Они эту дорогу даже не заметили А не заметили Ну отлично Знаете Кто-то наверняка С этого психанет Мол Вертолет Лэнкрузеры Охрана Сопровождение С банкетом Вот некоторые И бегут И бегут И бегут И бегут Постоянная вот эта Нервотрепка Жизнь в полном стрессе Сюда ты пришел Да Есть связь Позвонить Интернет Ну у меня не ловят И слава богу Какие-то деньгуют Сообщения Ничего не прочитать Нахрен Согласен с тобой Здесь вот красота Прибрался Как вот ты Что бы ты посоветовал людям Как хорошо Провести свои выходные Чтобы вот с природой Воссоединиться Хотя бы там на пару дней Остановитесь В этой гонке Не обязательно ко мне Хотя можно и ко мне Куда угодно Машина Не привыкли в палатке Хотя бы Какой-нибудь Кемпинг Глэмпинг А лучше По мне так палатка Потому что В кемпинге Когда через каждые 20 метров Соседний домик Там крики Буйства На мой взгляд Да Это сейчас модно Но на мой взгляд Это достаточно такое Не точно Не погружение в природу Никакое Как бы они себя Не рекламировали Погрузиться в природу И тем более грибы Можно только В центре вот такого Потрясающего лета Поэтому Ребят Просто Сделайте паузу Нажмите временно На стоп И И в леса Всех денег В мире Поверьте Не заработаешь Вот на этой позитивной ноте Жму тебе руку Огромное спасибо Нам Ребята Остается с вами Лишь подвести черту Для этого выпуска Что я хотел сказать И показать Этим выпуском Москвич Лес Одна история Из жизни Человек по полгода Проводит в лесах Зарабатывает На этом деньги Получает от этого Бешеное удовольствие И наслаждается Жизнью Но мне кажется Выпуск получился Действительно Интересным Увлекательным Полезным И даже Вкусным На дворе Выходной день И хочется вам сказать Идите лесом А точнее Идите в лес Соберите Не лисички А как мне больше понравилось Соберите лис Повторите рецепт Ничего сложного Все что вам нужно Есть у вас дома Сходите Насладитесь Летом Пока оно Не закончилось Ребята Всем вам Я желаю Только добра Потенциальные вопросы Из серии А что там Про мухоморы А что там Про настоящее Выживалого Ведь в интернете Есть сенсей Доберемся До всех Про все Поснимаем Именно поэтому Подпишитесь на канал И на все Другие ресурсы На всякий случай Чтобы мы с вами Не потерялись У меня же на этом все Не добавить Не убавить А значит Увидимся В следующее воскресенье С новым выпуском Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok